Да-да-да, помните в старом советском фильме мне два по сто в одну посуду к полмерам не привык, а вот сейчас приходится, видимо, снова привыкать. А о чем я? О своем, о девичьем, чуть не сказал. О представлениях, ну что, граждане-артисты, что неужели третья волна, неужели сейчас начнут опять культурные мероприятия закрывать, мы снова без работы, без заработка. Нет, скажут, ну какой заработок, какая работа, какая культура, когда люди болеют? Да, болеют, но люди еще и страдают, вот там кто-то, может, не замечает отсутствия работы творческой. Они, да, переметнулись на другие деятельности, там в такси ушли, грузчиками и так далее, но эти ребята очень талантливые, интересные, творческие, они много чего умеют, они много чего знают, они готовы, они могут дарить людям радость, а радость, это, знаете, эмоциональная поддержка, она очень сильно укрепляет иммунитет. И вот, почему я сказал там два по сто в одну посуду? Да, вот ближайший концерт у меня даже не два по сто, а три по сто, то есть зал на 200, его уполовинили, то есть сотня, и будут пускать в зал не более 30 человек, то есть вот 30 человек, реально не 35, не 40, 30 человек, будем выходить, бригада артистов, там я вместе с цирком на сцене буду работать, дрессировщики, йоги, там коверные, фокусники, и вот эта большая команда будет работать для 30 человек, и будет в течение дня очень много представлений, минимум 3, а ну, скорее всего, там уже будет и 4, и 5, и 6, а если время позволит, и 7. Так нельзя в том плане качественно нести искусство людям, что да, можно выступить с одним концертом, можно с двумя, можно и с тремя, а вот дальше, если артист не филонит, не халявит, если он действительно отдает себя полностью, разряжает, что называется, эмоциональную батарейку, зарядил где-то дома, там у себя в зале, по дороге, там каким-то способом, вышел, эмоционально все раздал, шутки шутками, и все, вот сейчас после представления тоже немножко разрядился, надо душ принять, волосы в порядок привести, что это, знатная, благородная, пугалогородная, ладно, я надеюсь, что все будет хорошо, что это так вот временное явление, дальше будет все замечательно, всем счастья, мира и добра, это дневник артиста, поддержите артистов, подпишитесь на мой канал, всем пока-пока, помогите продвинуть искусство людям, донести обратную сторону творчества, искусства, то, что не видят зрители, все, прощаюсь, все, пока-пока-пока, хватит болтать.